МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, уважаемые ангарчане! Сегодня в нашей студии генеральный директор автоколонны 1948 Шарков Сергей Валерьевич. И говорим мы сегодня о пассажирских перевозках, которые уже несколько лет являются проблемой для города Ангарска, являются проблемой для областного центра Иркутска. Да и Москва очень часто показывает нам те проблемы, которые скопились и в Москве, и в крупных городах, связанные и с пресловутыми маршрутками, и с новыми автобусами, которые выходят сегодня на линии, ну и так далее. Вот мы в преддверии, или предвосхищая наш с вами разговор сегодня, сняли сюжет, который будет сегодня, выйдет сегодня в выпуске наших новостей. Давайте посмотрим сначала сюжет, а потом перейдем от него, так сказать, к теме разговора. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По словам Сергея Шаркова, за те три года, что он является генеральным директором автоколонны 19-48, сделано очень многое. Все маршрутные такси, которые зачастую создавали аварийную ситуацию на дорогах, были заменены на автобусы средней вместимости. Организована перевозка льготных пассажиров. Однако тут руководителю крупнейшего транспортного предприятия пришлось столкнуться с проблемой. Процент на льготника предприятиям поставлено 30% в каждом автобусе. И человек, чтобы получить зарплату больше, начал бороться за этот процент. Если он не взял на остановке человека, который льготный, то его заработная плата начинает увеличиваться. Он формирует себе сам лично, на каких-то своих личных моральных основаниях, платного пассажира, и, естественно, пропорционально у него увеличивается заработная плата. Вот откуда берутся водители-лихачи, которые проносятся мимо остановок с пожилыми людьми, закрывая двери перед стариками и инвалидами. Им не просто невыгодно возить льготников. Они на этом зарабатывают. Кроме того, в последнее время увеличилось количество жалоб на курение водителя в салоне, а также разговоры по сотовому телефону во время движения транспорта. При мне никто не курил. А вот мы как-то ездили вместе с дочерью, она сказала им, сделала замечание, а он сразу бросил. Наблюдаешь иногда, что человек бывает курит, не нравится, потому что в салоне запах идет. По телефону разговаривает, потому что ситуации на дорогах такие. Бывает гололед и все прочее, что человек одной рукой ведет, другой разговаривает. Водители пренебрегают элементарными правилами дорожного движения, не пропускают людей на пешеходных переходах, нарушают скоростной режим. Руководство автоколонны своими силами выявляет и наказывает нарушителей. Однако одной машине проверяющих контролировать работу двухсот автобусов, которые ежедневно выходят на линию, просто не под силом. Я сейчас как депутат городской думы и председатель комиссии по безопасности буду выходить с предложением на бюджет, чтобы установить на всех, заложить финансирование, установить на всех перекрестках города и опасных магистральных видеорегистраторы. Сергей Шарков считает, что порядок в сфере пассажирских перевозок можно навести только совместными усилиями руководства предприятия, ГИБДД и самих пассажиров. Сейчас в салонах всех автобусов наклеены плакаты с телефонами, по которым можно обратиться в случае нарушения со стороны водителей. Так, например, за курение или разговор по мобильному телефону водителю грозит штраф в размере 500 рублей, а за отказ перевозить льготников вообще можно лишиться рабочего места. Они наши уважаемые водители, их труд тяжелый, также я его очень уважаю и понимаю, что это за труд, но водители должны наконец-то понять, что они работают в сфере услуг. Это не бизнес какой-то, это сфера услуг, и она должна предоставляться качественно, и не водителю нашему ангарскому решать, кого должен автобус возить, а кого не возить. Для того, чтобы жалобу рассмотрели в ближайшее время, пассажиру необходимо записать бортовой номер автобуса, указать маршрут и время, когда произошел неприятный инцидент. Сергей Шарков заверил, что по каждому случаю обязательно будет проведена служебная проверка, и виновные понесут наказание. Итак, Сергей Валерьевич, так почему же все-таки не совсем понятно, водитель заинтересован в том, чтобы не пускать в салон льготников? На сегодняшний день сложилась такая ситуация на транспорте, что я как генеральный директор своего предприятия, решив ситуацию с насыщением города автобусами и ситуации с решением социальных перевозок на этом транспорте, столкнулся с проблемой, которую я не ожидал, что есть водитель и его заинтересованность в наличной выручке. Предприятием было для работы автотранспорта и управления автотранспортом установлено на все автобусы электронные счетчики пассажира, и на сегодняшний день предприятие четко видит и понимает, сколько в каждом автобусе проехало население, но этот счетчик, это население не идентифицирует, льготник этот, который проехал, бесплатный проезд получил от государства, или это платный пассажир. Поэтому зарплата водителя начала формироваться с натурного обследования транспортным отделом города Ангарска на линиях, где было представлено нам, что проезжает с каждым автобусом на сегодняшний день около 20% льготника по отношению к платнику. Мы как дирекция выставили своим водителям план выше, что мы дали 30% на ту категорию, которая ездит бесплатно. И вследствие этого человек должен сдать ту выручку, которая показала счетчик минус эти 30%. Но получил проблему в другом, что водитель захотел зарабатывать себе еще больше, чем заработная плата, и начал формировать вот эти 30% непосадкой наших уважаемых льготников в транспорт автоколонны, и тем самым нарушив права населения, нарушив права льготников, и имея в своем представлении только собственную выгоду. И другого объяснения этому вопросу, почему водитель пытается не взять, видя на остановке, где стоит большинство людей пожилого поколения, чем молодых, он может проигнорировать эту остановку, может захлопнуть двери перед теми людьми, когда молодые быстро сели, а пожилые еще не успели, закрываются двери, и водитель уезжает, формируя себе увеличение заработной платы с помощью наших, так сказать, новых электронных устройств. Понятно. А как вы контролируете этот процесс? Вот вы говорите, водитель заинтересован, а где эта заинтересованность, в каких формах проверки она выявляется? Ну, на сегодняшний день у нас четко кассир и диспетчер видят, у нее есть монитор, и он видит четкую, сколько каждый автобус провел пассажиров, и он должен эту выручку сдать. Это первый контроль, который сделан. Я уже объяснил, что он пытается эту выручку себе сменить. Но на предприятии также у нас существуют две машины дорожного контроля, которые постоянно на планерке распределяются и выезжают в город контролировать маршруты. Как там же борьба у нас не только идет, чтобы льготников не нарушали, но это нарушение правил дорожного движения, так как ГИБД не в силах охватить весь формат города, и мы в этом тоже принимаем участие. Это также курение водителя в автобусе и разговор по сотовому телефону, который и проезд на красный свет наших уважаемых водителей, которые везут население города Ангарска. Но этих машин – это капля в море, потому что мы, проверяя сегодня один маршрут, одну точку, и тот же самый пресловутый сотовый телефон дает возможность созвониться всему водительскому составу и сказать, что проверка стоит здесь. И там в эту секунду нарушения исчезают. Только машина переехала на другую точку, им также позволено, как они считают, ездить, как они хотят, а не как предполагают правила. Понятно. Сергей Валерьевич, я не скрою, мне приятно разговаривать с человеком, который руководит предприятием, в котором самокритично оценивается все, что делает сегодня на линии. И то, что вы сегодня хотите избавиться от этих пороков, это вдвойне, что называется, приятно. И тем не менее, я хотел бы вернуться немного назад, поскольку автоколонна 1948 уже, ну, что называется, притча во языцах несколько лет, так вы не так давно руководите автоколонной. Все-таки, что изменилось за последние три года вот с приходом, вашим приходом, как руководителем в это предприятие за это время? Ну, я стал руководителем и генеральным директором автоколонны с 2000, января 2009 года. И считаю, что постарался решить основные задачи для городских перевозок. Это мы имели на тот момент всего 7 большегрузных автобусов в городе. На 2009 год мы сегодня имеем их около 200. Это, я считаю, большая работа проведена в этом направлении, что решила проблему выезда людей в часы пик, не толкаясь, а достойно уехав. Мы решили интервалы, что у нас основные наши маршруты ходят в три минуты. И в нашем городе и климате, где мы живем, где большинство морозы и плохая погода, человеку не приходится ждать по 20 минут транспортное средство. А сегодня все видят, что это доступно быстро. Следующая, я считаю, основная задача решена, это начало социальных перевозок в городе Ангарске именно автобусным парком. Потому что до сего момента возил только эти 7 автобусов, до меня бывшие автоколонны. И то их люди не могли ощутить, потому что это капля в море на 230 тысяч населения, так скажем. А возил только муниципальный трамвай. Но трамвай не везде ходит и не все улицы города охватывает. Поэтому я считаю, вот эти две основные задачи мы решили. Но, как говорится, что мы сделали количество, а теперь предстоит мне, как руководителю, решить еще и качество того, что мы сделали. Вот те именно проблемы, которые озвучили в вашем сюжете, они есть на самом деле. И мы не собираемся сидеть, как руководство сложа руки. Что вы хотите сделать? Как вы хотите решить эти проблемы? Да, они действительно есть и отмечают люди, с которыми иногда разговариваешь, что есть сегодня нарушение правил дорожного движения автобусниками, что есть сегодня хамское отношение к пассажирам, есть невнимательность, разговоры по телефону, музыку громко включают у себя в кабине, не слышат, что делается за ним, ну и так далее, и так далее. Как же решить все это? Да, то, что мы так же получаем много писем с такими жалобами, и не собираемся, как мы, я как руководитель, собираюсь это решать. Так как я объяснял вам, что теми средствами, которые у нас есть, мы технически не сможем. И я думаю, что здесь, если работа пойдет планомерная, именно ГИБДД, население пассажира города Ангарска и руководство автопредприятий, я считаю, это проблема не только моего предприятия, у нас есть и другие предприятия, расклеена, на сегодняшний день какая работа проведена? Во всех автобусах, автоколонна 1948, расклеены яркие, понятные объявления. То, что если пассажир на сегодняшний день видит унижение водителям, любого пассажира, женщины с коляской, пожилого человека, курение беспринципное в салоне с маленькими детьми, когда люди едут, разговор по сотовому телефону, который вызывает безопасность пассажира в целом и людей на остановок, проезд на красный свет. И мы хотели бы, чтобы пассажиры понимали, что если их будет своевременная реакция, и там в этих объявлениях написано и дан телефон, что номер маршрута, на котором вы едете, номер бортового автобуса, выйдя из автобуса, мы специально для удобства населения сделали его сбоку, спереди и сзади, номер автобуса, это идентифицирует именно то физлицо, которое им управляет, мы можем идентифицировать, что именно вот этот человек нарушает вот эти правила. Мы можем оказывать свои действия на того водителя, который нарушает, а это уже следующая процедура юридическая, или депримирование, или это увольнение человека, зависимости, и мы можем формировать даже жизненную историю каждого водителя нашего, понимая, сколько на одного жалоб, а мы, извините, я вам хотел бы также сказать, что у нас есть письма от пассажиров, которые говорят о водителях, которые часто пользуются автобусом, что просим вас наградить или примировать, что и заботливо, и поможет, и хорошо везет, и постоянно вежлив, что таких людей тоже много на нашем городе, но задача-то побороться с другой категорией водителя, который видит свою задачу только в зарабатывании денег, а не в общественном задании, так скажем. Понятно. Ну вот, все-таки, кроме автоколонны 1948, в городе, кроме вас, немало перевозчиков, да? Вот можете вы нарисовать, нарисовать, что называется, общую картину пассажироперевоза в городе Ангарске? Что она собой представляет? Кто сегодня на этом рынке работает, кроме вас? Ну, на сегодняшний день, так как я являюсь представителем Союза перевозчиков города Ангарска, я эту проблему постоянно отслеживаю и собираю собрания всех перевозчиков, чтобы решать совместно эти задачи, а не в одном предприятии в целом, то на сегодняшний день рынок Ангарска выглядит так. Это муниципальный, естественно, наш трамвай, который в день выпускает где-то 20 трамваев в город, да? И решает, ну, берет на себя эту нагрузку. И помимо автоколонны еще 10 предприятий частных. 10? 10, но они маленького формата, например, может предприятие обслуживать, например, всего полмаршрута. Эта администрация все-таки сохранила тех людей, который взял на себя нагрузку в развалившемся рынке, да, и начал его оформировать за счет собственных средств. Они никак не ушли с этого рынка, и их, наоборот, поддерживают, чтобы они все-таки переросли в перевозчика от слова частник-маршрутчик, а именно в перевозчик, в хорошем смысле этого слова. Почему иногда мы получаем письма? Почему на одном и том же маршруте мы получаем льготу, а на том же самом маршруте в другом расписании не получаем? А только из-за того, что этот полмаршрута обслуживает, например, не наше предприятие, а частный перевозчик, который до сих пор еще не заключил этот договор с министерством на перевозку этой категории. Также выполнение расписания, что, например, есть такой маршрут, как «десятка», половина его обслуживает автоколонна, половина частное предприятие. Если наше предприятие ведет его в трехминутном режиме, то в другой половине есть и двадцатиминутные провалы. Хотя также автобусы обклеены автоколонны «1948», чтобы это было формирование в свое время маршрута, мы этого руководителя попросили заменить убедительно «Газели», которые существовали на «Десятке», а там очень у нас декабристов неохваченная линия города, где много гаражей, плотность населения, и там недостаточно маршрутов, там требовались большегрузные автобусы. Он на это пошел, поменял на большегрузные, но до сих пор не научился выполнять то расписание, которое велит ему администрация по договору. Но я думаю, что это тоже вопросы, которые нужно решать, и они решаемы. Хорошо, ну вот вы говорите, что собираетесь для обсуждения различных проблем или для координации, так сказать, ваших усилий. Все перевозчики понимают вот те проблемы, которые мы сегодня с вами здесь обсуждаем, которые вы обозначили. И готовы ли они в унисон с вами, вместе с вами решать эти проблемы? Ну, население Ангарска здесь, многие, наверное, живут даже больше, чем я, и знают всю эту хронологию. Если до девятого года практически все предприятия не перевозили социального пассажира, значит, это не так выгодно. Коммерция создана только так, что если выгодно, то это делают, если не выгодно, то не делают. И многие, наверное, наблюдают и в прессе, и на телевидении на нашем местном, что до сих пор многие перевозчики пытаются клеить таблички «Льгот нет». И вот этот процесс одному руководителю объединить умы и понимание, что мы находимся не в сфере бизнеса, это транспорт, ни в одной стране мира и города не существует как бизнес. Это датируемая, это общественная нагрузка. И что я на совещаниях веду всегда так диалог, что в любой сфере работы есть своя нагрузка, что у милиционеров он может, не знаю, погибнуть, от рук бандита, там пожарный может сгореть, а в общественном транспорте есть нагрузка социальная, это перевозка ущемленных категорий пассажиров. И что любой частник, который сегодня присутствует на рынке, он должен это понять. Вот я придумал статистику, что областной город Иркутск, он имеет на сегодняшний день 2800 единиц техники пассажирской и всего лишь 180 единиц техники перевозят социального пассажира. Это муниципальная. И это 180 единиц, это включается трамвай, троллейбус и автобус. Что если даже сравнивать областной и Ангарск, у нас проблема решена глобально. У нас практически все средства перевозят, у нас все автобусы, единообразные в большинстве своем. И это говорит о том, что проделана все-таки большая работа и есть очень много нерешенных вопросов. Но я думаю, что Ангарск здесь несмотря на все минусы работы транспорта, все-таки добился хорошего рывка вперед. Понятно. Сергей Валерьевич, я хочу попросить у вас прощения за то, что я представляю вас забыл еще одно вашу, так сказать, должность обозначить. Вы еще и депутат городской думы последнего нового созыва. И вот в связи у меня к вам вопрос. Вот как депутат городской думы, как вы видите перспективы развития перевозок в городе Ангарске? И помогать, будет ли вам помогать администрация в решении тех проблем, которые вы сегодня обозначили? Хотелось бы рассказать, я и в депутаты наверное шел только для того, чтобы те вопросы, которые я понимаю, решить их качественно и участвовать в других вопросах, которых я также, надеюсь, буду разбираться и участвовать в них положительно. Что первая задача, которую я считаю мы должны решить в нашем муниципалитете? Перед собой ставлю задачу это все-таки разбитие нашего пассажира на категории, что те люди, которые многодетные семьи, дети до 14 лет, они должны получить все-таки другой тариф, более меньший, чем который мы имеем сегодня, потому что те люди, которые получают 4 тысячи пенсии и 40 тысяч на комбинате, не могут себе позволить ездить по одному тарифу. Это естественно я буду как председатель комиссии сейчас в Думе по безопасности я буду иницинировать и попытаться заложить бюджет финансирования, чтобы все-таки все опасные перекрестки и светофоры были оборудованы видеорегистраторами, которые автоматически присылают штраф за нарушение это такой внештатный глаз, который водителя будет просто вынуждать выполнять четко правила дорожного движения и предприятие будет нести глобальные штрафы, объем штрафов, которые будет выдавать этот регистратор, но мы можем спокойно его тогда переносить на того водителя, кто это совершает и этим добиться все-таки нормализации ситуации качества вождения не гонок, не проезд на красный свет, а именно качество вождения, как наше многоуважаемое метро в Москве ходит, там независимо человек, когда приходит на остановку, через каждые три минуты подходит поезд и уходит и человек знает, что через три минуты придет точно такое же и я только так вижу работу общественного ценностного чтобы человек должен независимо выйти и понимать расписание и получать правильное качество услуг, за которое он оплачивает. Это вторая задача, которую хотелось бы решить в нашем муниципалитете. Ну, естественно, это все-таки чтобы не перекидываться вперед, это решить те проблемы, которые до сих пор не решены. Это заставить водителя почувствовать себя именно обслуживающим персоналом нашего города и хотя я также еще раз повторюсь, наверное, уважаю и ценю труд, это очень тяжелый труд работать с населением с утра до вечера и люди тоже бывают, пассажиры, разные настроения и разного менталитета и это все сказывается на водителей. Да. И вот хотел бы добавить основное, это уже о водителях, которых мы сегодня видим только в плохом свете, то, что я уже говорил с главой и с транспортным отделом, что не организовано самые рабочие места нашего водителя, это конечные пункты, где человек, извините, не может сделать свои нужды, он не может помыть руки, он не может отдохнуть и требуя с него, что не кури в салоне, то у него есть законные конечные остановки, где он должен отдохнуть, сделать все, что любой человек может, но до сих пор это не организовано нашему, что мы человека требуем, но ему ничего не предоставляем, и поэтому моя мысль, она еще была при Евгении Павловиче Конухине, я писала ему письма к председателю союза, что давайте мы конечные оборудуем в малых архитектурных формах, и предприятия, обслуживающие маршрут, заключат договор с Виколейкой, что там будет эта малая архитектурная форма, и водитель будет иметь чип, он может помыть руки, может попить воды, не знаю, он может отдохнуть и привезти к следующему рейсу. Оборудованный остановочный пункт, конечно. Да, и это мы по закону должны делать, мы должны это оборудовать, и поэтому тоже, и не только в интересах населения транспортного буду, но и в интересах рабочих мест водителей улучшать, так я могу сказать, что сделано сегодня в нашем предприятии для водителя. У нас заключены договора с Ермаком, у нас все сотрудники могут в свои выходные кататься на льду совершенно бесплатно. Заключены договора со спортзалами АИХК, где водитель может восстановить свою физическую форму, поиграть в футбол, сходить, позаниматься штангой, потому что работа свои есть нюансы, в это мы тоже вкладываем как руководство свой труд. Понятно. Ну что, к сожалению, время наше быстро истекло, я вынужден подвести черту, и я хочу обратиться к уважаемым телезрителям. Разговор о проблемах ангарских пассажироперевозок на этом не заканчивается. Мы сегодня его только начинаем. Вот тем сюжетом, который вы посмотрели в нашей передаче, который еще можно посмотреть в выпусках новостей, мы начали большой, длинный разговор для решения тех проблем, которые обозначил сегодня Сергей Валерьевич здесь, на этой передаче. Поэтому через неделю-другую мы выйдем в прямой эфир, где будем обращаться к вам, уважаемые телезрители, с вопросами, или вернее вы будете к нам обращаться с вопросами, мы попытаемся на эти вопросы ответить. И возможно, что к этому разговору мы привлечем еще несколько руководителей предприятий, которые занимаются пассажироперевозками, с тем, чтобы навести в городе может быть не идеальный, но достойный порядок, который так нужен нашему городу. Спасибо вам, Сергей Валерьевич, за участие в этой передаче. Успехов вам в этом деле. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин